Люблю тебя, Петра Творенье, Люблю твой строгий, стройный вид, Невы, державное течение, Береговой её гранит. Таким видел Александр Сергеевич Пушкин в Санкт-Петербург, который изначально строился по плану, по европейским канонам, рос ансамблями. Так и динамичный петербургский говор – четкий, строгий, определенный, стремится поспеть за временем и даже опередить его – показывает открытость к переменам. Продолжаем разговор о диалектах. Местные говоры или диалекты – это выражения, привычные для людей, проживающих на какой-то определенной территории. Многим известно, что для москвича, покупающего в магазине хлеб – это батон, а для жителя Санкт-Петербурга – булка. То, что для питерца – парадная, для москвича всего-навсего подъезд, а то, что для жителя древней столицы – бордюр, для старожила на Неве – поребрик. Не только жителей этих двух столиц можно отличить по разговору. Если по дороге из Питера в Москву вы услышите, что кто-то называет гордо вышагивающего по двору петуха петуном, то можете сказать, что находитесь в границах владений древнего Новгорода. Именно так считают специалисты. В некоторых областях юга России, близ границ Украины, многие жители называют тыкву горбузом. А в некоторых местных говорах существительные просто меняют свой род, например, серый мышь. К диалектизмам относятся такие слова, как «баять», «рассказывать», «дюже», «очень». Валентин Распутин в очерке «Русское устье» рассказывает. «Я и сам из тех мест, которые расчаты были по Сибири выходцами с русского севера. И потому многие слова, которые Зинзинов находил нужным расшифровывать еще в начале века, для меня родные и составляют живое и незаменное языковое имущество. У нас в среднем течении ангары в моем детстве, если кто вместо «баять» подставлял говорить, тот поддался, значит, тамосной городской причуде». Напевное слово «баять» и сейчас еще живо во многих северных говорах, в то время как в «южных» прижился другой синоним слова «говорить» – «гутарить» или «гуторить», который мы легко можем найти в прозе Михаила Шолохова. Причем «гутарить» – это говорить серьезно, о важном. А если просто языком чесать, то балакать. А в Поволжье скажут «пойдем-ка посидим, покалякаем». На эту тему интересно рассуждает кандидат филологических наук Дарья Зарубина. Статью вы можете прочитать в пятом номере журнала «Наука и жизнь» за 2018 год. Иногда местный говор меняет в общеупотребительном слове всего одну букву, а порой просто переставляет местами ударение. Например, «завтрик», «дрожнить», «холодно» вместо «холодно», «засуха» вместо «засуха». Об этом читайте в третьем номере журнала «Детская энциклопедия» за 2020 год. Номер посвящен культуре речи. Здесь вы найдете много полезной информации для себя и своих детей. Рекомендую к прочтению. Иногда речь человека может быть литературной и правильной, но звучание некоторых букв его выдает. Это характерное для многих мест «аканье», «оканье», «яканье» или «цоканье», то есть особое произнесение гласных букв. Вновь обратимся к коренным москвичам. Известный факт, что для них характерно «аканье». Жители Поволжья и некоторых районов Сибири – окают. Аборигены Псковской, Архангельской и Рязанской областей – цокают. А в говоре некоторых южных областей звучит непонятное другим россиянам «ха» – «хвартук» вместо «фартук», «картохля» и другие. Свои, конечно, поймут, но вот в артисты с таким произношением не возьмут. Кстати, такие местные словечки очень любят применять многие писатели для того, чтобы придать своим героям особые черты. К диалектизмам часто прибегали и Сергей Оксаков, Николай Лесков, Павел Бажов. Это литературный прием, но злоупотреблять им не стоит. Без диалектизмов наш язык был бы скучнее. Вот что об этом говорил языковед Василий Ильич Чернышев. Словарные запасы деревни – богаче запасов города. Когда мы захотим расширить свое историческое и филологическое образование, то здесь знание народного языка окажет нам неоценимые услуги. Наверное, он прав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова